Добрый день, Павел! Какие основные приемы за контролем и предотвращением от респиратических отложений вязкости крови, в том числе и на курсе? Спасибо! Вязкость крови сдаете общий анализ крови, смотрите на параметры, особенно на гемотокрит. Да, гемотокрит это прям самое-самое. Собственно, гемоглобин тоже можете посмотреть. Если есть какие-то проблемы, ацетилосалициловая кислота, пожалуйста, ну аспирин, помощь, кардиомагнил. Лучше, конечно, с кардиологом консультироваться по этому делу в индивидуальном порядке по вашим конкретным анализам, вообще давать какие-то медикаментозные советы, вот так вот. Всем и каждому универсальное, это неправильно совершенно. Я просто пример привожу, имейте ввиду, да, пример, а не руководство к действию. Это и дальнейших моих ответов на вопросы, и предыдущих тоже будет касаться. Плюс за липидограммы смотрите. Лепидный профиль ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, общий глистерин. Смотрите за ними, контролируйте их диетой, рыбным жиром, препараты есть некоторые медицинские для тяжелых случаев, которые помогают контролировать и так далее. Дальше уже в индивидуальном порядке. Добрый день, Павел. Интересует информация о времени нахождения мышечной группы под нагрузкой. Каков, на ваш взгляд, оптимальный план построения тренировочного процесса, отталкиваясь от вышеуказанного фактора? Количество отказных подходов на мышечную группу за тренировку на трашку на фарме. Про количество подходов отказанных я уже сказал. На вопрос, который был выше где-то. Что касается нахождения под нагрузкой, тут зависит от того, какие мышечные волокна вы тренируете. По-моему, это уже в доле поперек тоже разобранная тема. То, что гликолитические, промежуточные, окислительные, да, у нас есть волокна. И находясь то или иное время под нагрузкой и работая с тем или иным весом, мы включаем большую степень, не только какие-то, а просто в большем процентном соотношении те или иные волокна. Ну, вообще все всегда включаются в работу, да, но просто какие-то больше, какие-то меньше. И также, собственно, количество вовлекаемых в работу волокон зависит именно от веса снаряда, которым вы работаете. Вот, собственно, и все. Вопрос про связку юхимбин, кофеин, тирозин для натурального атлета во время жиржигальной дозировки и так далее. Любые дозировки, вот сразу я вам скажу, Виталий, и всем скажу, вот про дозировки вопросы, они некорректные. Про любые дозировки, спортпита, лекарств, да чего угодно. Потому что это все подбирается под конкретного человека. Я не могу давать обобщенные советы. Что касается юхимбина и кофеина, связочка хорошая, работает тирозин, стимулирует, собственно, эндогенную выработку гормонов щитовидной железы, что тоже хорошо. Но он является одним из факторов, не то чтобы прям ух, как стимулирует, да, а является одним из факторов, который способствует ее нормальной работе. Вместе, например, там с селеном, с йодом и так далее. Поэтому, ну да, это будет плюс. Кофеином только не увлекайтесь, чтобы ценность не перегружать. Но, опять же, ждать каких-то суперрезультатов от этой связки, как и от любой другой, тоже не стоит. Потому что это лишь легкий способ интенсификации процесса и не более того. Добрый день, Павел. Вопрос такого плана. Ваш выбор на сушке. Кето-диета или низкую углеводку? И почему? Низкую углеводку, потому что кето-диета на лепидограмме плохо сказывается. Это уже так, в прошлый век. Плюс, если высокожировая диета, очень мало еды будет в плане объема у меня конкретно, да, ну вы спросили, просто мой выбор на сушке, у меня растянуты сильно желудок и другие органы. Ну, какое пузо. Соответственно, мне его хочется забивать побольше чем-то. Поэтому я, например, не пью протеин на сушке, чтобы больше есть мясо, чтобы меньше чувствовать голод. Я люблю делать овощные салаты, тоже такие объемные, чтобы, опять же, забивать желудок. Есть совсем крышу сносит, делаю желе из БЦА, бескалорийное практически, тоже помогает. Вот так. Ну, я просто сладкоежку, мне тяжело. Ну, и я считаю, что низкую углеводку с периодическими вкраплениями углеводов, мягко говоря, более эффективно. Потому что кето вас вынуждает к монотонности. Не получится на кето делать читмилы, читды, а мне, например, с ними интереснее было сушиться. Павел, добрый день. На ваш взгляд, какими показателями здоровья нужно следить, какие гормоны будут наиболее важными и как часто стоит оследовать данные показатели? Максим, у меня и ролик есть на мышцах РФ на эту тему, очень подробный, посмотрите. И в инстаграме по хэштегу павелбарановинфо тоже много информации по анализам, тоже посмотрите. Просто время видеоролика на это тратить не очень хочется, так как уже все очень подробно разжевывалось. Поэтому поищите, найдете 100%, там очень подробно все. Дальше стоит ли натуралу после длительной диеты помочь щитовидке восстановиться с помощью тероксина? Симптомы холодной конечности и отечественности. Александр, помогать восстановиться щитовидке с помощью тероксина, это как помогать яичкам восстановиться с помощью метана. Это не восстановит, это наоборот, это замещает работу органа. Можно восстанавливать щитовидку, во-первых, при нормальной длительной диете у вас не должно быть никакого повода ее восстанавливать. Если гормоны пришли в хреновое состояние, значит вопрос к тому, как вы организовывали процесс, да, значит было что-то неверно. Значит надо бы как бы это делать со специалистом, а не самому, а бы как. Что касается восстановящей щитовидки, ну опять же, йод, да, только не препараты йода, а натуральный йод, там например водоросли, какие-то морепродукты, морские коктейли, капуста морская, ламинария, собственно спирулина и так далее. Что касается других добавок, опять же Силен, Силцинк, да, хорошие таблеточки, Тирозин в больших дозировках, например, раза 3 по 1500-2000 мг в день. Ну опять же это, как я сказал раньше, подбирается индивидуально. Эндокринол из лапчатки, БАТ в аптеке продается, и Валаровский, не очень люблю я Валар, но больше его никто не делает. Вот, и таким образом, естественная ее функция, естественная секреция будет, должна, по крайней мере, быть простимулирована. Вот, ну а дальше дело в вашем режиме, диете и так далее. Все упирается всегда в это. Здравствуйте, тренировка ног, тяжелая работа до 10 повторений или 15 плюс разделение бедра на переднюю и заднюю часть, сколько это когда-нибудь между тренировками? Владислав, это очень индивидуально, делить ноги следует, если сильно отстает, например, бицепс из бедра, ну такое бывает у большинства. Если ноги в целом хорошие, но отстает бицепс из бедра, а ноги большие, то тренируйте один раз в неделю просто с акцентом на бицепс из бедра. На квадры поменьше давайте. Если, что касается повторений, ну я вообще никогда не спускался ниже 8, например, ну потом даже 10, а потом даже ниже 12. Мне больше комфортно высокоповторная работа, я считаю, что для здоровья она тоже более оправдана. Ну опять же, тут кому как, я знаю тех, кто наоборот высоко не любит подниматься, им тяжело, любят там на 3, на 5 приседать. Поэтому подбирайте, подбирайте под себя. Самым эффективным для вас будет то, что вы любите, делайте с полной самоотдачей. Вот, это будет самое эффективное. Приветствую. Такой вопрос. Допустим, если у меня две тренировки бицепс в неделю, как лучше распределить нагрузку? Первую тренировку сделать тяжелую, а вторую легкую? Или лучше уберечь количество повторений, если смысл делать разные упражнения, чтобы один день одни, другие день другие? Да, конечно, упражнения разные, но не в повторениях меряйте, и не в легкое, среднее, тяжелое, а в типе нагрузки. Силовая, классическая, статодинамическая. Только на бицепс силовой не надо, да, можете его чередовать, например, классика статодинамика, и будет вам счастье. И восстанавливаться будет успевать. Два-три лучших упражнения для увеличения объема бицепса ведра, по мнению Павла. По мнению Павла, нет таких упражнений, как я уже сказал. Я могу сказать, что мне просто нравилось делать. Определенно мне нравилось делать сгибание лежа с суперсетом, с мертвой тягой, с гантелями. Есть, опять же, на мышцах РФ ролик про это. Сгибание лежа в кроссовере по одной ноге тоже мне нравится. Жим одной ногой с высокой постановкой пятки и с определенным там поворотом носка, стопы. Это видео у меня есть в инстаграме, летняя, еще такая старая атлета, 17-го года. Вот, поэтому вот, 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 это мне нравится. Или если есть в зале сгибание сидя от Life Fitness, где у них на бедро сверху опускается крепление, ну, валик дополнительный, тоже крутой тренажер. Потому что в моем зале хойстовский, дурацкий, там неудобно делать, там бедро сверху ничем не прижимается. Павел, скажите, пожалуйста, можно ли построить хороший объем ног с небольшими весами? Я считаю, что да, можно. Все опирается не в веса, а в вашу генетическую перерасположенность. Если вам дано, вот, дано, хорошие ноги, да, то вы их сделаете. И даже без больших весов. Это как когда у людей огромные икры, хотя они их не тренируют. Просто от того, что люди ходят. Так, дальше. Почему нигде нет фото с твоего последнего турнира США, NPC Holiday Classic? Потому что я не выставлял нигде фото с этого турнира. Там не очень они удачные, я жду до сих пор, ну, это мягко говоря. Я жду до сих пор, у меня фотограф должен скинуть, который там был. Он фотографировал, он мне обещал. Я ему в инстаграме написал, он динамит. Вот, поэтому, как перестанет динамить и пришлет, так, может быть и выложим. А может и нет, посмотрим. Я же сказал, я охладел к этому всему. Поэтому стараюсь сейчас другой контент делать. Приветствую. Какой формулы подсчета калорийности пользуешься? Никакой. Что по твоему, по твоему сыграло ключевую роль в твоем прогрессе за последний год? Питание, детокс, программа, другое. Кептичный препарат выделяет, что в 10. Что сыграло ключевую роль в прогрессе? Дотошное вот это вот отношение к своему, ну, к процессу прогресса, да? Так прозвучало, забавно, процесс прогресса. И некая, ну, помешанность, по-другому не скажешь. Когда мне что-то позарез надо, я это выставляю в приоритет. Да, я тренировки, я подготовку поставил в приоритет. Вот, и всю остальную жизнь расставлял вокруг этого. Соответственно, поэтому я считаю, что удалось достичь большого успеха. Потому что в основном для людей это дополнение, а не основное. Да, основное для них там что-то другое. Работа, там, где-нибудь семейные дела, еще что-то. Соответственно, у меня вот подготовка была на первом месте. И я вкладывался по полной. Еще, надо сказать, что огромное количество проблем непредвиденных случилось. Поэтому фактически она запоролась. Хоть я и все, что обещал, сделал. Но все равно, да? Я считаю, что очень-очень четкое, скрупулезное отношение к каждой детали. И такое маниакальное рвение, они, собственно, дают подобные плоды. Что касается аптечных препаратов топ-10, не готов, не готов сказать. Просто сейчас я буду долго сидеть, вспоминать. Потому что я своими подопечными использую, я бы сказал, более 50 номинований аптечных препаратов. И я сейчас потрачу очень много минут ролика, если буду пытаться вспомнить. И за счет чего этот топ составлять, я тоже не знаю, потому что вы не конкретизировали. Дальше. Привет, Павел. Посоветуй, пожалуйста, как тренировать остающую левую часть тела. Больше это касается вверх, но в некоторых упражнениях на низ тоже проскакивает. Выделять или интренировку, добавлять дополнительные подходы на левую часть тела. Спасибо. А в чем она отстает? По силе или по объемам? Или по чему-то еще? Если у вас асимметрия какая-то присутствует, которая выражается в креплениях или в высоте нахождения, это может быть связано либо с креплением мышц, либо с искривлением скелета. Если вы имеете дообъем или силу, то, ну, скорее всего, эти вещи взаимосвязаны. Начинайте со слабой стороны, делайте в отказ, ну, делайте асимметричное упражнение. Одно руки, одноноги. Слабой стороной делайте в отказ, потом сильный повторяйте столько же. Или даже чуть меньше, чтобы быстрее выровнять. И так вот делайте в течение нескольких месяцев, постепенно выровняйтесь. Павел, здравствуйте. Часто обращают мысли о пептидах ГХРП-6 и 2. Но средства и отзывы, крайне неоднозначные, независимые, честное мнение, получить сложный, на ваш взгляд, препарат действенный стоит того. Нет, я считаю, что пептиды все, кроме меланотана, это лишняя пустая трата денег. Только действия меланотана, это которые для загара, я ощутил сполна. Все, что остальное, я считаю, что это херня полная. Павел, подскажи, пожалуйста, как сделать максимальную глубину мышц? Максимально снизить процент жира, прожиматься, позировать, делать статические упражнения. Не статую динамику, да, статику. Когда, например, делаете разгибание на квадрицепсе и медленно разогнули, 10 секунд подержали. Согнули, опять разогнули, 10 секунд подержали. И когда вы держите в пике сокращения, вы не просто должны держать наверху, а вы должны продавливать при этом ноги, вот прям прожимать, как при позировании на сцене. И это тяжело, больно, но какие-то будут все-таки результаты заметны. Однако, самое сейчас неприятное скажу, в основном глубина мышц это генетика. Если у вас не супер-мега-глубокие ноги от природы, их и не будет. Если наоборот, ваши ноги потрясающе делятся, после того, как вы это обнаружили, после того, как первый раз хорошо просушились, то от вас это никуда не потеряется. Это будет с вами всегда, когда вы будете выступать и, скорее всего, будет только улучшаться. Приветствую, хотел бы узнать, сколько удалось вам набрать килограмм мощной массы, не сухой, а с водой и всем остальным, до того, как решили связать свою жизнь бодибилдингом, и сколько вам понадобилось времени, чтобы подойти к тому, понимая, что ваш генетический потенциал достаточно хорошо исчерпан до того момента, как и решили о темную сторону культуризма. Я не помню, сколько я набрал. Я начал заниматься в 2006-2007 где-то, но дома. У меня дома были гантели, турник, еще там что-то, скамья и так далее. Соответственно, сколько я набрал до того, как серьез увлекся, не помню. Я помню, что, когда я пошел работать тренером и уже плотно занимался в зале, я весил где-то 71-72 килограмма. Когда я задумался, ну и начал первый раз готовиться к соревнованиям, то весил 91-92 где-то, нет, даже меньше, 89-90. Потом набрал до сотни, а потом начал сушиться и, собственно, выступал до 90. Но перед подготовкой-то я был такой, жирненький, а там уже сделал хорошее качество. Выступал до 90 и потом даже до 85, но очень сильно обезвоживался, сливался. Что касается генетический потенциал исчерпан, ба-ба-ба, я не считаю, что он исчерпан был, хотя в сравнении с другими я очень долго занимался до того, как перешел на темную сторону. У меня получилось, что почти 7 лет я занимался в сухое. А потом вот в 2013 году впервые, то ли в конце января, то ли в начале февраля 2013-го впервые, собственно, поддался, поддался зову. Такие дела. Субтитры подогнал «Симон»